Всем привет! Сегодня мы рассмотрим пример роботизации чтения почты Outlook. Для начала мы подключимся к почте и читаем письма из папки входящие. Затем выберем письма, в теме которых будет содержаться слово «сверка» в любом виде, после чего выгрузим из них все вложения с форматом xlsx и сохраним в отдельную папку для каждого письма. Отработанные таким образом письма переместим в папку для обработанных писем, остальные оставим без изменений. Как можно заметить, в папке входящей находятся три различных письма. Давайте рассмотрим их повнимательнее. Мы имеем три различных письма. У каждого своя тема и свой список вложений различных форматов. Для обработки нам подходят первые два письма, так как у третьего в теме нет слова «сверка», пусть и присутствуют xlsx файлы. Итак, мы перешли в студию. Для начала давайте настроим подключение и чтение писем с ящика Outlook. Для этого выберем активность «Получить письма Outlook» из соответствующей вкладки в акте активности. В поле «Аккаунт» введем имя Outlook почты, которое залогинено на данной машине. В поле «Папка» введем имя папки, из которой нужно считывать письма, в данном случае входящие. Поставим True в поле «Только не прочитанные», чтобы не трогать уже просмотренные письма. Помечать письма как прочитанные мы также не будем, так как в будущем просто перенесем их в другую папку. Для снятия ограничений на количество обрабатываемых письм поставим 0 в поле «Количество», таким образом робот обработает все непрочитанные письма в папке входящих. В поле «Результат» мы создадим новую переменную Letters. Она будет хранить в себе все письма, прочитанные активностью в форме массива из письм. Далее пробежимся по всем считанным письмам и проверим их на содержание в теме слова «Сверх». Для этого сначала из блока «Циклов» поставим активность «Цикл для каждого» и настроим ее для каждого письма «Item» из массива всех писем «Letters». Мы имеем массив из писем «Letters», который содержит в себе все считанные письма. Далее мы по очереди, по одному выбираем каждое письмо «Item» и обрабатываем его в этом цикле. Добавим в цикл условный оператор для определения того, будем ли мы обрабатывать конкретное письмо или нет. Возьмем письмо «Item». Выделим из него тему письма. Переведем все в прописные буквы, так называемый нижний регистр. Проверим, содержится ли в теме письмо слова «Сверх». Итак, теперь мы имеем разветвление. Если письмо содержит в теме слова «Сверх», то выполняется блок «Истина». Если же нет, то выполняется блок «Ложь». Далее добавим обработку нужных писем. Для этого применим активность «Получить вложение из письма Outlook», поместив ее в блок, который обрабатывает требуемые письма «Истина». В поле «Письмо» укажем, какое письмо брать в обработку. Для того, чтобы сохранять вложение с каждого нового письма в отдельную папку, необходимо создать счетчик, назовем его «I», который будем увеличивать с каждым новым обработанным письмом. Поле «Каталог для сохранения» требует на вход строковые данные. Мы должны передать туда, например, в кавычках «files.com». Для того, чтобы вложения первого письма сохранились в этом каталоге. «Слэш» является управляющим символом, потому что для того, чтобы робот воспринял его как часть адреса, его необходимо экранировать собакой. Теперь добавим счетчик в путь для сохранения вложения и будем увеличивать на единицу после каждого обработанного письма. Так как файл «слэш» у нас неизменяемая часть, то ей мы можем просто жестко прописать в кавычках. Часть с номером будет изменяться для каждого письма, поэтому мы зададим ее переменной «I» и пишем ее без кавычек. Также преобразуем переменную в строковый тип, так как того требует свойства каталог для сохранения. В поле «Фильтры имени» запишем «звездочка.xlsx» для того, чтобы выгружать из письма вложения только с форматом xlsx, причем с любым именем. Активностью перемещения письма мы переместим письмо в папку «Обработанные». Все другие параметры заполним по аналогии с предыдущими активностями. Ну и конечно же увеличение счетчика писем. Также переменная «I». Блок «Ложь» нас не интересует, так как необработанные письма мы трогать не будем, поэтому оставляем его пустым. Вот и все. Наш робот готов. Давайте аж проверим его. Довольно-таки быстро. Давайте посмотрим, что получилось. Как видно, робот успешно обработал нужные письма, оставив остальные нетронутыми. Выгрузил все xls вложения и переместил письма в отдельные папки. Итак, чему мы научились сегодня? Научились работать с почтой, считывать и перемещать письма, получать вложения, пользоваться окном «Свойства», менять различные поля активностей, настраивать и изменять их параметры. Простейшим операциям с переменными и применению некоторых методов, например, коммендатация типов, выделение частей письма и прочее. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok